Что изменится в жизни россиян с 1 марта? Краткосрочные договоры ОСАГО, эксперимент по онлайн-регистрации бизнеса, расширение системы страхования вкладов. Об этом и других новшествах расскажем в следующем сюжете. Расширится система страхования вкладов. С 25 марта на выплату возмещения смогут рассчитывать адвокаты, нотариусы и иные физические лица, открывшие банковский счет для осуществления профессиональной деятельности. А систему страхования вкладов юрлиц распространят на средние предприятия профсоюза и социально ориентированное НКО. Размер возмещения останется стандартом 1 миллион 400 тысяч рублей. Напротив, денежные средства, размещенные на счетах физлиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, будут выведены из-под действия закона о страховании вкладов. Появится возможность вернуть деньги из банка, который обанкротился, онлайн. С 19 марта в случае отзыва у банка о лицензии можно получить компенсацию по счетам и вкладам удаленно. Достаточно запросить выплату через сайт агентства по страхованию вкладов или единый портал госуслуг. Средства перечислят на счет или по реквизитам карты МИР, указанном в заявлении. При этом возможность воспользоваться традиционным способом возврата, подать заявление, лично посетив уполномоченный банк-агент, сохранится. Напомним, по общему правилу, вернусь по страховке, можно 1 миллион 400 тысяч рублей по всем счетам и вкладам в одну банке. А сейчас к дорожной теме. Теперь автолюбители смогут заключать краткосрочные полисы ОСАГО. Такая возможность появилась и уже действует со 2 марта. Ее суть заключается в том, что теперь можно будет оформить полис сроком от одного дня и до трех месяцев, либо от трех месяцев и до года. Итак, краткосрочные полисы могут быть востребованы теми, кто использует автомобиль нерегулярно, например, в дачный сезон, перекупщиками автомобилей или теми, кто перегоняет транспортное средство в другой регион. Итоговую сумму страховки будут рассчитывать сами страховщики. Они должны применять для расчета страховой премии понижающий коэффициент, который зависит от срока действия договора обязательного страхования. Сведения о размере коэффициентов появятся на сайте страховщика. Стартует эксперимент по онлайн-регистрации бизнеса. Сервис будут тестировать в течение года, начиная с 1 марта. Он позволит бизнесменам получить услуги по госрегистрации юрлиц и ИП, выдаче квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписью юрлиц и ИП, открытию расчетного счета и заключению договора дистанционного банковского обслуживания. С 1 марта на территории России начал действовать запрет на популяризацию VPN-сервисов, а также других сервисов по обходу блокировок, которые запрещены в Российской Федерации с 2020 года. Теперь рекламировать способы обхода блокировок запрещено, но сами технологии будут работать. Позиция опрошенных нами тверичан и без таких ограничений показала, что спрос на использование социальных сетей, которые работают благодаря таким платформам, упала. Я отстранилась от этого, очень заморочена. Долго, переключаться вечно, как-то наблюдать за этим процессом неудобно. Ну и небезопасно. Возможно, да. Ну, неудобно, потому что часто они не работают, надо каждый раз новое устанавливать, поэтому почти не захожу. То есть отошли от социальных сетей? Конкретно социальные сети, да. Я телеграммы использую, вконтакте. Пока просто нет такой необходимости для меня, поэтому мне не особо это помешает. Я думаю, на мнение это не отразится, только если в лучшую сторону, буду меньше в соцсетях сидеть. Появятся новые требования к содержанию животных в местах торговли ими. Определены размер клеток, вольеров, аквариумов. Продавать разрешат только здоровых животных при наличии ветеринарного сопроводительного документа. А заболевших животных нужно будет изолировать и лечить. Предписано поддерживать чистоту в помещениях. Требования не касаются сельскохозяйственных и лабораторных животных, а также продажи животных самозанятым. Будет введен новый электронный формат доверенности для налогоплательщиков. Это предоставит пользователям возможность последующего передоверия, а также предоставление полномочий нескольким уполномоченным представителям. При этом для удобства предусмотрен постепенный переход к оформлению электронных доверенностей для представления интересов налогоплательщиков. Применять доверенности, оформленные по старому формату, можно будет до конца февраля 2025 года. Также разработан электронный формат и порядок направления заявления об отзыве электронной доверенности. С 1 марта текущего года оба документа можно направить в налоговую инспекцию по ТКС.